Аукцион признан несостоявшимся. Корпорация развития Пермского края отклонила заявки на строительство домов в микрорайоне Любимов в Березниках. Преконструкция филармонии и строительство нового оперного о планах рассказала глава профильного министерства на заседании в краевом парламенте. Основные показатели розничной торговли в Пермском крае показали снижение. Данные за полугодие приводит Пермстад. На РБК новости при Камее Станислав Загайнов. Добрый день. Корпорация развития Пермского края отклонила заявки Пермского завода силикатных панелей и саратовской компании объединенные энергетические технологии на строительство домов в микрорайоне Любимов в Березниках. Как указано в протоколе, причиной стали формальные признаки. Не соблюдены требования к заполнению и содержанию заявок. Причем ПЗСП заявился только на один конкурс строительства трех жилых домов в квартале номер 10 на сумму 632 миллиона рублей. Саратовская корпорация заявилась на участие во всех трех конкурсах. Их на строительство жилых домов в микрорайоне Любимов в Березниках в конце мая объявила корпорация развития Пермского края. Предельная стоимость контрактов 2 миллиарда 800 миллионов рублей, первые 1 миллиард 600 миллионов и два контракта по 600 миллионов рублей. Подрядчики должны будут возвести 6 17-этажных домов в квартале номер 10 и 2 19-этажных дома в квартале номер 6. Общая площадь жилой застройки более 86 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории микрорайона будет возведено еще два детских сада и школа. ЖК Любимов возводится для переселения жителей Березняков из домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии. Большой зал филармонии в Перми намерены реконструировать, а именно увеличить сцену и уменьшить зрительный зал на 150 мест. О планах рассказала глава профильного министерства Галина Кокаулина на заседании в краевом парламенте. Этот объект пополнил перечень объектов к обстроительству общественной инфраструктуры на 18-20-е годы. Проект документа сегодня представили депутатам на предварительное обсуждение. В нем указана и стоимость проектных работ – 404 миллиона рублей. Срок реализации и реконструкции в документе отсутствует. Кроме того, стало известно, что межевание земельного участка в квартале номер 5 под строительство новой сцены Пермской оперы завершено к концу июля. По словам главы Минстроя Михаила Сюткина, площадка будет передана в безвозмездное пользование краю. Ну а далее будет дан старт проектно-изыскательским работам. Предварительная стоимость проектирования и строительства новой сцены – 7 миллиардов рублей. Мы все процедуры провели, документы поданы, документы приняты со стороны администрации города. Ну и мы надеемся, что 26-го числа этот процесс будет завершен. Режимы землепользования на существенную часть этого участка позволяют нам уже делать привязку этого объекта, в принципе, без ограничений. В проекте документа сроки реализации проекта новой сцены Оперновой, указанной с 2019 по 2022 год, сам министр указал иной срок с 2018 по 2020. Также стало известно, что из документа была удалена реставрация существующего здания театра. По словам профильного министра Галины Кокаулиной, пока не будет построена новая сцена, реставрационные работы не начнутся. В свою очередь, депутат Виктор Плюснин возмутился таким поворотом дела и порекомендовал властям вернуть эту строчку в документ в качестве одной из приоритетов для дальнейшей работы. К рассмотрению вопроса депутаты вернутся в августе на первом послелетних каникул пленарном заседании. Оборот розничной торговли в Прикамье снизился почти на 4%. Данные за первые 6 месяцев текущего года приводит Пермстад. По оценкам аналитиков, основные показатели как по ассортименту, так и по местам торговли показали снижение. Общий оборот розничной торговли составил 235,5 млрд. рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках дала только 5% в общем объеме. При этом здесь заметен и самый большой спад – больше 11%. Оборот общепита за первые 6 месяцев 2017 года составил 11,5 млрд. рублей. Это почти на 7% ниже уровня аналогичного периода 2016 года. По данным Пермстата, объем товарных запасов в организациях и на предприятиях розничной торговли на 1 июля 2017 года составил 17,291 млрд. рублей, что соответствует 35 дням торговли. В связи с неисполнением федерального законодательства Центробанк России лишил лицензии по Межтопэнергобанк на основании закона о несостоятельности назначена Временная администрация. По данным регулятора, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Также осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, по данным Центробанка, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Агентство по страхованию вкладов зафиксировало страховой случай относительно вкладчиков банка. Выплаты начнутся не ранее 3 августа 2017 года. Банки-агенты, где можно будет получить выплаты и компенсации, будут определены не позднее 26 июля. Добавим, в Перми функционировал один офис Межтопэнергобанка. Клиенты Пермского отделения, чьи вклады превышают 1 миллион 400 тысяч рублей, и юридические лица могут обратиться к представителям Временной администрации по адресу отделения в Перми на улице Ленина, 26. Это все новости к этому часу. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи. РБК Перм. Рекурс. Выборы губернатора. Нюансы кампании и прогнозы. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова